всем хорошего дня сегодня я готовлю на второе тушеное мясо вот решила потушить был у меня кусок свинины я его порезала достаточно мелко но где-то полтора на полтора сантиметра ну вот плюс-минус видите какие кусочки кто как любит это совершенно не принципиально кто-то любит крупно я люблю мелко чтобы она побыстрее изготовилась и как-то мне так вот больше нравится в это блюдо я режу достаточно много лука сейчас я сюда уже порезала две луковицы опять же все эти пропорции я не говорю потому что вот был кусок мяса наверное грамм 700 может быть 800 вот я его и режу я как-то готовлю всегда на глаз без всяких пропорций если конечно я использую рецепт из youtube а вот тут что мне понравился и там написаны пропорции я только рада и благодарна блогеру за то что он с нами поделился своим рецептом особенно в гостях у елены я люблю смотреть бывает на этом канале это не реклама это просто советую тем кто хочет там много вкусных вкусностей всяких и рецептов которые я например даже не знала никогда не готовила но я захожу на этот канал и что-нибудь доготовлю иногда что ей спасибо но поскольку я сама еле она сегодня в меня в гостях на моей кухне я с вами делюсь своим рецептом я уже говорила что в основном я стараюсь чтобы мои видео смотрела моя дочка поскольку она живет в корее вышла замуж в южной корее и чтобы лишний раз она не звонила не волновалась как и что приготовить но так вот общаемся через youtube учу через youtube можно сказать так курсы удаленные удаленная работа есть а это удаленная учеба по освоению домоводства хотя она сама вкусно готовят свои вещи какие-то свои у нее есть рецепты но я просто выкладываю то что я готовлю может быть она когда-нибудь это использует накормит мужа где-то у меня двухлитровая кастрюлька вот это вот пусть теперь это все будет кипеть я сюда брошу несколько горошин перца в конце наверное добавлю нет наверное лавровый лист я сюда не буду добавлять несмотря на то что мой муж его обожает всегда просит везде и всюду пихать но я не сторонница получается вкус лаврового листа везде и всюду здесь конечно может быть можно бы добавить сметанки в конце но я посмотрю как-то нужно это загустить но честно скажу я не умею готовить блюдо с подливой если у кого-то есть такой рецепт и кто-то может меня научить пожалуйста подскажите или дайте ссылку или может быть у кого-то на канале это выложено я знаю что надо обжарить муку потом разбавить ее водой или сметаной вот не знаю люблю подливку но не умею готовить она же бывает и с томатом и просто белая я иногда вот ленюсь и просто размешиваю в чашке немного муки с водой а потом вот вот в эту кипящую кастрюлю в кастрюлю с кипящим бульоном заливаю вот эту смесь из чашки но не всегда мне нравится это как-то пресно иногда какие-то комки в общем кто умеет кто знает но я думаю что это просто но как-то вот у мамы я этого не научилась к сожалению не мамы не маминой сестры уже со мной нет научить меня некому хотя сама уже на пенсии тем не менее учиться никогда не поздно если кто может научите меня пожалуйста буду рада и благодарна в это блюдо я еще добавлю тертой моркови немножко будет вкуснее вот что получается с моим мясом но уже того сок уже здесь такой концентрированный бульон морковка лук перчик сейчас наверное посмотрю в интернете может быть где-то найду сделать подливку все-таки попробую но пока так в принципе если мясо долго-долго варится она становится таким мягким и бульон становится такой вот какой-то немножко насыщенный вот видите там как белок сворачивается в общем-то не получается совсем водянистый но потом лук плюс морковь тоже дает свою густоту пытаюсь все-таки сделать подливку вот на сковороду выложила сливочное масло хороших два куска и две полных ложки муки обычной вот теперь обжариваю где-то читала что до орехового цвета а потом добавлю горячей воды не знаю даже сколько ну сейчас посмотрю что получится и буду мешать а потом всю эту маску вылив вот в кастрюлю с мясом который уже при практически готова ой сначала получилось кожи с что все зашкварчало зашипела каким-то все комком сделалось вот не знаю может быть я не так что-то делаю вроде бы в интернете посмотрела но не нашла видео почему-то потому что наверно торопилась приготовить вот сюда налила еще чашку большой воды все размешиваю сейчас эту массу буду опускать вот какой-то клейстер как для обоев ну ладно надеюсь что то получится я вообще по жизни оптимист стараюсь им быть во всяком случае вот вывалила все всю эту маску вывалила в кастрюлю с мясом я не вижу чтобы у меня получилось полива которую я люблю которую я хочу может быть мало муки вот прям ничего не знаю вот две огромных вот этих ложки с мукой с горкой высыпала на сковороду может она сейчас загустеет но она уже загустела то есть получается все равно как вот такой суп бульон какой-то я мне нужно чтобы прям все было вкусно вкусно и прям текло такой патокой ой поэтому прокипячем оставлю все как есть все равно будет все вкусно надеюсь еще научусь делать эту подливку надо конечно постараться где-то найти пошаговый рецепт но еще раз прошу помощи может быть кто-то из тех кто смотрит мое видео мне подскажет и научит надо все на этом заканчиваю сейчас еще буду варить гречневую кашу думаю что все умеют ее делать но я конечно же все равно сниму отдельное видео для своей настенки может быть кому-то понравится понадобится для молоденьких девочек без пошагового рецепта но объясню что и как те хозяйки которые у нас очень опытные конечно они этим рецептом вряд ли воспользуются но тем не менее кому-то я надеюсь всегда приходится спасибо за внимание спасибо что вы со мной до скорых встреч всем удачи